Кому полезен отвар петрушки? Как приготовить и как применять? Какие есть противопоказания? Смотрите видео до конца, чтобы узнать, как помогает пряная зелень поддерживать здоровье. Петрушка – двухлетнее огородное растение, применяемое в качестве пряности для готовых блюд и во время приготовления пищи. Она богата полезными ингредиентами, содержит витамины и минералы, клетчатку. С древних времен петрушка использовалась в разных видах для оказания помощи больным. Наиболее эффективным считается отвар зелени и корней растения, применяемый для лечения болезней и с общей укрепляющей и оздоровительной целью. Кому полезен отвар петрушки? Отвар петрушки благоприятно влияет на работу эндокринных желез, способствует нормализации функций органов пищеварения, укрепляет сосуды, борется с воспалением. Он помогает убрать нежелательные изменения на коже возрастного или обменного характера, отбеливает зубы, убирает отеки. Польза для мужчин – профилактика и лечение простатита, повышение потенции. Усиленное очищение организма от шлаков и токсинов, в том числе проявившееся после употребления алкоголя и никотина. Благоприятное воздействие на сосуды, уменьшение вероятности развития инфаркта и инсульта. Польза для женщин – участвует в регулировании женского цикла, помогает улучшить качество кожи, уменьшить возрастные изменения на лице. Стимулирует рост волос и улучшает их качество. Восстанавливает психоэмоциональное равновесие. Для детей – повышается иммунитет, защищает от возбудителей инфекционных болезней. Стабилизирует состояние нервной системы и укрепляет психику. Регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Пока ждете, о чем еще расскажет ролик, не теряйте время, подписывайтесь на канал, чтобы получать информацию о новых видео. Как приготовить и как применять? Отвар из петрушки приготовить несложно, но есть тонкости в зависимости от предназначения. Вот некоторые рецепты. Цистит – неприятная проблема воспаления мочевого пузыря. Проявляется сжение при мочеиспускании, частыми позывами помочиться, болезненностью внизу живота. Понадобится объемный пучок петрушки. Зелень надо мелко порезать и залить литром кипятка. Продержать на маленьком огне 10 минут, потом накрыть и настаивать около часа. После остывания процедить и принимать по половине стакана три раза в день до еды. Нормализуя обмен веществ и работу органов пищеварения, отвар петрушки помогает избавиться от лишних килограммов. Среднего размера пучок листьев петрушки вымыть и просушить бумажным полотенцем. Потом мелко порезать и залить в кастрюльке 300 мл холодной воды. Далее надо проварить при кипении 5-7 минут, дать остыть и процедить. Принимать по 200 мл натощак утром 1 раз в день в течение 2 недель. Чтобы отрегулировать работу сосудов, стабилизировать артериальное давление, отвар готовят на молоке. Из 700 г сырья, состоящего из корней, стеблей и листьев и 300 мл молока. Растения мелко нарезают, заливают молоком и варят до того момента, когда количество жидкости уменьшится в 2 раза. Остывший молочный отвар надо процедить, принимать по столовой ложке несколько раз в день. При высоком артериальном давлении каждый час. В качестве косметического средства можно использовать лед, сделанный из отвара петрушки. Для приготовления отвара нужно измельчить маленький пучок петрушки, залить его литром воды, прокипятить в течение 10 минут, потом остудить, процедить и разлить по формочкам для льда. Применение освежает и тонизирует кожу, убирает ранние морщинки, выравнивает тон. Можно использовать утром вместо умывания. Напишите в комментариях, как вы используете петрушку. Какие есть противопоказания? Естественно, что как и у любого средства, есть и у петрушки противопоказания к использованию, особенно в качестве лечебного средства. Нельзя принимать отвар петрушки на фоне текущего интенсивного воспалительного процесса. Если имеется аллергия к растению, во время беременности может привести к выкидышу. Когда отмечается стойкое понижение артериального давления. При мочекаменной болезни возможно движение камней, что спровоцирует почечную колику. Отвар из петрушки может привести к неблагоприятным побочным реакциям, поэтому перед его использованием необходимо посоветоваться с лечащим врачом.